Сотрудники госалкогольинспекции сегодня приводили в чувства в тех, кто, погорячившись, решил продавать спиртное в разлив, не имея на то разрешения. Проверяющие организовали ряд по кафе и закусочным. Во что это вылилось в следующем сюжете. Поиск документов затянулся почти на час. Как выяснилось, алкоголь покупается небольшими партиями в крупных супермаркетах. Владелец кафе – индивидуальный предприниматель, а потому может торговать только слабым алкоголем, к примеру, пивом. В данном случае пока нет лицензии, не представили. Документов тоже пока нет. Сейчас будем выяснять, кто. Руководство. Все это изымать будем. Теперь владельцу кафе грозит штраф в размере 4000 рублей. А если на таком же попадутся владельцы ресторанов, то штраф вырастет в 10 раз. К слову, за эти же деньги можно купить лицензию на продажу спиртного. Как правило, это не только магазины. Это могут быть и закусочные, и рюмочные. То есть оборот с виду небольшой, но пропускная способность достаточно велика. Это с 7 утра могут торговать люди определенного социального положения. Хорошо, если алкоголь для разлива куплен в больших магазинах. Там контроль строгий, но нередки случаи, когда в закусочных продают напитки вообще без марок. А значит, они могут быть опасны для жизни. За 9 месяцев этого года сотрудники госалкогольинспекции выявили 116 случаев нарушений правил торговли спиртным. В два раза больше, чем в прошлом. Обо всех подозрительных местах, где наливают из-под полы, специалисты просят сообщать по телефону горячей линии. Алина Хусаинова, Илья Шорин, Вести Татарстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова